друзья привет у нас сегодня лена минт мы слен давно знакомы она мне помогала с распаковкой и интересно очень ведет свой блог в инстаграме и знает тусовку инстаграмную лен расскажи какие вот сейчас на твой взгляд настроение в инстаграме среди блогеров там с кем-то общаешься и за кем ты следишь в общем ну какой сейчас о чем там люди думают о чем говорят то есть какой общий настрой ну честно сказать прямо такой коздеф я не делала да но если взять наблюдение и смотреть наблюдение в чате я создают состою там в нескольких чатах где миллионники блогеры сидят в общем-то вижу что происходит у них настроение разные блогеров миллионников зачем это связано абсолютно нормальное настроение они веселятся да они там страдают от того что проклинает сейчас украинское население за то что они страдают в целом они настроены позитивно у них есть понимание того что таргет сейчас запретят соответственно они надеются что вся реклама будет идти через них поэтому в общем то они настроены достаточно позитивно чего не скажешь об экспертах эксперты конечно сейчас очень волнуются там такие эксперты блогеры скажем тогда там кто-то до 100 тысяч подписчиков они в более таком волнительном настроении потому что покупательская активность сейчас упала и они не совсем понимают как выстраивать как вести себя вообще в инстаграме тоже также реагируют достаточно больно на негатив со стороны украинского народа которого сейчас можно понять абсолютно прекрасно понятно что когда эмоции то разум выключается они просто сейчас пока не могут мыслить иначе а вот но в целом за последнюю неделю уже люди стали больше как-то как-то позитивнее да нашли какие-то опоры в разных людях и в общем то нет такого настроения что инстаграм закроют хотя как бы все нагнетают но мне кажется что все же это как-то нас обойдет я очень надеюсь окей а ты ты вот сама как-то адаптируешь там свою коммуникацию свой контент по то что происходит потому что я вижу там два наверное типа подхода один тип делать вид что ничего не происходит и как бы снимать то что снимал до этого может быть даже три типа второй тип я ярко вы же выразить свою позицию что думаешь повод ситуации и начать после контент больше про это и третья позиция такая наверно более нейтральная это ты объясняешь почему ты какой ты контент дальше будешь делать почему ты продолжаешь его делать и там как-то переставляешь акценты там расставляешь по-другому то есть действуешь как бы в контексте ситуации вот как как ты делаешь свой контент сейчас ну и как же опять же может быть там по рынку тоже скажешь какой подход ты ты больше видишь в первую неделю конечно я как и многие женщины многие эмоционалы творческие люди меня конечно захватила эмоциональная волна и я была в таком упадническом состоянии мне никакой контент не хотелось делать но тем не менее я видела как мои коллеги продолжают делать тот же контент веселый то есть можно делать тот же контент вот это вот делать вид что ничего не происходит на мой взгляд это конечно ну такой высшая степень проявления эмоциональной тупости и я не за то чтобы люди вот в данном этапе сейчас продолжали такой вести контент и мне это было неприятно я даже проводила два стрима на которых я говорила чтобы люди немножко как бы пришли себя и перестали вот эти позитивные фотки были такие даже stories и когда все сидели ну соответственно в украине там большинство людей сидела в подвалах а русские блогеры эксперты продолжали постить в стиле скоро я лягу в свою пушистую постельку о боже это самая вкусная еда о боже как я люблю свой дом то есть это было сравнимо с издевательством я конечно вот в этот момент метку был эмоциональный вебинар я провела его бесплатный сейчас же да изучив много всего я немножко успокоилась на эту тему и уже не так категорично в плане того как проявляться с эмоциями или нет понятно ты правильно сейчас сделал градацию на три типа я тоже примерно так вижу что есть пофигисты есть те кто ушел в эмоциональную яму глубокую и до сих пор не могут переключиться да и переживают очень сильно есть те кто просто взял себя в руки и ему надо понимать что мы нас тоже ждут неприятные времена и мы не можем сидеть и просто читать новости круглосуточно как мы делали это в первую неделю на в любом случае нужно продолжать работу я супер активно не вела instagram опять-таки да но я постаралась брать сейчас любой позитивный визуал я считаю что больше можно даже через дизайн идти я на данную неделю пока мы сейчас просто в такое время живем что мы сегодня мы можем с тобой поговорить а завтра все что мы говорим уже будет не актуально но по крайней мере пока то что происходит сейчас я вижу в этом то что эмоциональную составляющую пока нужно полностью отключить слишком мир эмоционально вот какие-то визуальные составляющие хорошего дохода хорошего настроения и вообще даже в целом внешности я бы убирала то есть я за то что нужно адаптировать с точки зрения визуала в минимализм прямо уходить от красивого стены сзади от супер красивой одежды каких-то брендов там christian dior и прочее то есть вся эта история уходит а что касаемо адаптации экспертного контента я считаю что сейчас очень много можно рассказывать от разных профессий о том что происходит например я сейчас веду в инстаграме рассказываю что вообще будет соцсетями куда переходить и так далее это в общем-то контент который не раздражает никого потому что я делаю свою работу просто в реале новых реалий то же самое касается психолога психологи могут прекрасно сейчас взять показать свой профессионализм на теме разбора да сейчас там каких-то политических новостей на по теме невербальники профайлинга и так далее это тоже будет интересно то есть любая профессия сейчас если задуматься то эту ситуацию можно адаптировать себя и люди будут только благодарны я создал телеграм-канал максим черно в котором я пишу апдейты по всем последним блокировкам тому что происходит соцсетями и с советами и шагами что нужно сделать чтобы избегать блокировок куда переводить свою аудиторию в общем что делать прямо сейчас подпишитесь на канал ссылка в описании а может какие-то еще примеры там которые ты видишь как человек который вел там совершенно контент там ну как бы совсем не пересекающийся как человек адаптировался и все-таки делать какую-то привязку ну такую грамотную и которая нормально выглядит сейчас говорить про то что сейчас супер кто-то активно проявляется и так не сказала бы кроме политиков да но они в принципе так были активные сейчас равно все очень аккуратно заходит аккуратно медленно все находятся в такой выжидательной позиции все наблюдают то есть сейчас нет такого что люди активно что-то хотят делать вот я заметил что психологи хорошо конечно ниша астрология ниша таро и так далее они сейчас будут на верхушке и это правда то есть у людей абсолютно непонимание что делать в принципе на любых позициях вообще в любых областях поэтому прям сказать что сейчас есть какой-то супер пример но я думаю что через неделю он точно появится потому что потихонечку мы возвращаем режим скажем понятно а ты говоришь что рассказывает куда переходить ну давай тогда тогда стратегию на какие платформ можно переходить там временно какой там для себя готовить там не знаю там переводить например в telegram пока людей и потом смотреть что дальше будет или там вк сразу или как-то по-другому вот что ты здесь рекомендуешь я вконтакте не верю только если совсем все закроют но у нас русско русские социальные сети есть еще яндекс дзен у нас есть вконтакте единственное что он закроет потребность смотреть а что делает блогер прямо сейчас давай эмоциональная история у нас сейчас падает там то что stories есть это единственное место где есть stories и сейчас то есть живой контент здесь сейчас в яндекс дзене мы показываем только одну часть себя это сторону экспертную и возможно сейчас это будет достаточно нам всем потому что мы своих эмоциях честно тонем да и нам вот заходить какие-то истории очень мир раскололся мы с кем-то не согласны и люди сейчас просто реально не хотят смотреть что делает его блогер или что делает там эксперт 24 на 7 поэтому возможно пофигисты перейдут вконтакте и продолжит дальше там размещать контент пофигисты и те кто взял себя в руки эмоционалом будет довольно сложно мне кажется вконтакте плюс контакте плохо там старый интерфейс то есть он вообще куда-то доисторический как раньше там был фейсбук на фейсбук в принципе не достанно непопулярная соцсети у нас была в россии только те кто любит писать если вконтакте сделает стену свою переделать как инстаграм то есть вот эту сетку которую мы привыкли видеть то я верю в контакт если он не сделает то я не верю потому что мозгу очень приятно видеть вот эту сетку из 12 фотографий мы за две секунды можем понять что из себя представляет человек в яндекс зене или в телеграме придется больше времени потратить на то чтобы понять насколько человек там эксперт твердый насколько он точно со мной одинаков и так далее все-таки инстаграм конечно супер роль выполняет в плане понимания кто перед тобой и если какая-то соцсеть появится с таким же интерфейсом будет вконтакте сейчас новая сеть вышла тех или как-то так тенчат слышал такую соцсеть это такой русский linkedin сделали его но там нет того что мы привыкли в инстаграме видеть linkedin не был популярен в россии соответственно как бы смысл делать но там есть моменты потому что экспертов сейчас больше стало чем тогда когда linkedin был скажем так на каких-то позициях когда люди обращали внимание в принципе может быть но вот эта сетка инстаграма мы без нее прям будем страдать и если какая-то появится соцсеть как инстаграм точно не все перетекут и будут там взаимодействовать но сейчас я бы советовала обратить внимание но это как бы классически на телеграм но единственное что там конечно внимание очень сложно удержать потому что миллион чатов и просто если сейчас мы все будем подписываться на там в том же количестве на подписчиков как в инстаграме мы все сойдем с ума там просто невозможно это все обработать мы не сможем поэтому здесь либо надо делать реально просто идеальный контент просто такой что люди будут прям видеть это знак качества но не все мы умеем делать супер крутой контент либо делать формат как сделает лена мира я приводила пример знаешь блогер она такая достаточно токсик такой но как она продвигается это очень круто то есть она вообще сидит в жж единственный блогер который сидит в жж такой популярный и она в телеграме делает как бы отсылку на свой жж у нее супер охваты в инстаграме у нее не такие хорошие охваты что она ведет инстаграм не по правилам инстаграма так чисто информационные у нее такой паблик вот как-то на жж перекачивает но ее кейс мне нравится то что она идет вне течения скажем так против течения она делает никак все и тем не менее у нее есть успех поэтому можно использовать связку яндекс дзен телеграм но люди не будут понимать под 10 минус да кто ты такой и какой у тебя какие-то эмоции потому что в инстаграме все таки мы видели интеллект мы видели и внешность и мы видели ему сейчас мы лишаемся видеть внешность и лишаемся видеть эмоции и это очень нам мешает то что русскому человеку надо все знать ему надо прямо знать чем дышит человек и так далее поэтому если какая-то сеть будет которая опять включит интеллект эмоции тела то это будет хороший вариант понял лен можешь посоветовать там что тебе помогает как-то настроиться на работу там сфокусироваться то есть не знаю что то для себя используешь и что можешь посоветовать зрителям я работаю с психологом это самое важное потому что мы же очень часто в негативные эмоции идем как в наслаждение и мы просто сидим в этом нам кайфово ну как бы мы это не осознаем я когда вот этот момент для себя поняла я сразу после разговора с психологом сразу же становится лучше у меня появляется энергия может у меня конечно психолог такой но вот она мне убирает это сразу дальше я смотрю на людей которые я уважаю и я смотрю как они проявляются сейчас социальных сетях они все взяли взрослую позицию они не говорят о политике они работают но адаптир они именно адаптир то есть они не делают как будто ничего не происходит и для меня это супер важно то есть мне важно чтобы человек понимал что мир меняется да и это мне тоже дает опору вот эти люди которые ведут себя спокойно и принимают скажем так эти удары которые сейчас нам всем приходит а понял лен спасибо большое ребят подписывайтесь на ленуминт в инстаграме и где еще и найдете как бы каждый день у нас новые данные потому какие соцсети работают вот лен спасибо большое на самом деле очень интересно тоже было пообщаться вот стоит точки зрения да именно углубиться в контент какой контент делать как именно раскрываться и там как-то правильно делал сейчас спасибо большое удачи нам всем